8,3 миллионов казахстанцев приняли участие в выборах. Об этом во время брифинга сообщил председатель ЦИКа Нурлан Абдиров. И вот по его словам, явка превысила 69%. Голоса избирателей распределялись следующим образом. За Касымжумарта Тукаева проголосовали 81,31%, ну то есть около 6,5 миллионов человек. Следом идет Жигули Дайрабаев, за него отдали свои голоса 3,42%. На третьем месте расположилась Харакат Абден, у нее 2,6% голосов. У Мейрама Кожикена 2,53%. У Нурлана Уизбаева 2,22%. Ну и далее идет Салтанат Урсенбекова, у нее 2,12%. В графе против всех галочки поставили 5,8% соотечественников. Ну это чуть менее полумиллиона казахстанцев. На всех избирательных участках уже завершился процесс подсчета бюллетеней. А в течение уже двух дней в ЦИК доставят соответствующие протоколы. Затем у Центра избиркома будет еще 7 дней для установления итогов регистрации избранного президента. И еще 10 дней дается на то, чтобы их уже опубликовали в СМИ. Таким образом, все избирательные процедуры в стране завершатся до конца ноября, то есть до 30-го числа. На данный момент территориальными избирательными комиссиями представлены электронные копии протоколов о результатах голосования. Все официально поступившие и поступающие в адрес ЦИК, территориальных избирательных комиссий, обращения будут рассмотрены в установленном законодательством порядке. Итоги неочередных президентских выборов, состоявшихся 20 ноября текущего года, будут установлены на заседании ЦИК, дата и время проведения которого будут сообщены дополнительно. Ну, кстати, активно принимали участие в выборах и казахстанцы, находящиеся за рубежом. Для них в 53 государствах работали 68 участковых избирательных комиссий. А в целом явка там составила 88,47%. В общей сложности на зарубежных избирательных участках проголосовало свыше 11 тысяч наших соотечественников. Продолжение следует...